Добрый день, Наталья. Рад снова видеть вас. Здравия. Слушайте, ну, в общем, поводом было мне вам позвонить как медику, в первую очередь, как человеку, который знает внутреннюю кухню, именно нормативную, медицинскую, и в то же время как активной маме. Вот поводом стала появившаяся дискуссия, опять-таки, вокруг такой странной истории в московской электронной школе появилось электронное подтверждение на медицинские процедуры. И для меня это было откровением абсолютным, то есть для меня, например, понимание того, что какие-либо медицинские процедуры в школе, тем более, могут осуществляться только, насколько я знаю, по письменному согласию родителей. Вот что это такое за история, откуда она взялась и что с этим делать вообще? Да, спасибо большое, что разрешили рассказать об этом еще раз. Нам надо помнить, что все наши взаимоотношения с медициной строятся на базе информированного добровольного согласия. Что появилось сейчас в МЭШ? А, ну, то есть, я даже не знаю, с чего тогда правильнее начать. В МЭШ с 2021 года появился функционал согласия на вакцинацию. Но, несмотря на то, что я видела и на сайте госзакупок, и летом я тогда хорошо это провентилировала, они много денег потратили, там, миллионов, и на обучение учителей в работе с этим функционалом. Они вебинары делали, и там выложена инструкция, как пользоваться этим функционалом прямо в МЭШе. Но эта кнопка была неактивна. И, ну, может быть, они измеряли градус радикасского напряжения на эту тему. Это как раз было только что после коронавирусной инфекции. Я думаю, они просто ее сделали и тестировали, скорее всего, наверное, так. Может быть. Но сейчас, буквально на днях, появились новости гулять по родительским чатам, что, наконец, заработала кнопка согласия в личном кабинете каждого родителя в МЭШ. И связано это с тем, что администрация Москвы, якобы мы не можем проверить достоверность этих сообщений, требует от школ вакцинации от гриппа детей не менее 75%. Что само по себе, ну, это как абсурд просто. Потому что прививка от гриппа не включена в национальный календарь. Она в национальном календаре только по эпид-показаниям. Это значит, должна сопроизвести эпидемия гриппа. А таких эпидемий у нас уже не было, я даже не скажу, сколько лет. Потому что последняя такая честная был отчет по эпид-сезону. Я смотрела Роспотребнадзор 18-19 года. Там структура гриппа, почти не тестировали на него. Она там была меньше, там, 10%, от всей структуры РВИ. И от гриппа умер один только пациент по всей России в 2018-19 год. Поэтому ждать, что у нас будет эпидемия гриппа при тех многочисленных сведениях, что ковид вытеснил грипп, что гриппа теперь стало мало. Он в 2020 году вообще исчез, помнится. В 2020 году его не было, но в прошлом году, например, дети в Москве болели гриппом. Это я знаю по своей собственной семье и по нашей школе на Восточном административном округе в Москве болели гриппом дети. Но эпидемии гриппа, ну что-то уже не было очень давно. И эпидемические показания, это должна быть, да, такая серьезная ситуация, чтобы она включилась. И то, скорее всего, там будут показания в отношении учителей, врачей, но не детей. Но сейчас этого нет. Сейчас нет никакой эпидемии показаний. И само по себе такое условие, такая информация, что якобы какие-то власти исполнительные требуют от школы привить 75% детей от гриппа. И на этом основании просят учителя родителей давать согласие в МЭШ. И якобы отчитываются они по вот этой электронной форме. Поэтому вот сейчас все родители дадут согласие в МЭШ. А вы на самом деле нам скажите, родители, на словах, и мы не будем делать. В общем, это какая-то полная ерунда. Я сейчас просто позвольте расскажу, как это должно быть и почему это все на самом деле в глубине своей незаконно. Информированное добровольное согласие – это основа нашего воли и заявления насчет медицины. Это то, на чем базируются наши отношения с государством в медицине. Никакое медицинское вмешательство не может быть выполнено без информированного добровольного согласия. Ему посвящена статья 20 в законе о здравоохранении 323. Она подробно расписывает, как оно берется, в каких ситуациях оно может не браться. И в частности, как оно берется у несовершеннолетних. Мы видим, как хорошо работает схема ИДС в поликлинике. Вот мы на примере поликлиники можем понять, как она должна работать. Там особенно и в стационарах неукосновительно соблюдается ИДС. И в поликлиниках. Во-первых, ребенок осматривает врач перед тем, как предложить прививку в присутствии только взрослого родителя. То есть до 15 лет мы не можем себе представить, что мы 8-летнего ребенка запустим в кабинет к врачу, а сами останемся снаружи, и врач там без нас будет его осматривать. Врач не будет осматривать ребенка до 15 лет без присутствия родителя. Это просто исключено. Далее врач делает осмотр ребенка перед тем, как предложить ему прививку, потому что результаты этого осмотра могут дать врачу информацию, которая изменит его решение предложить эту прививку. Ведь родитель не врач, а врач может увидеть у ребенка красное горло или гнойные сопли, или увеличенные лимфозлы. То есть результат осмотра может изменить что-то. И вот врач посмотрел ребенка, понял, что можно предложить, предлагает родителю сделать прививку, это согласно правилам. Родитель задает все вопросы, какие он хочет и может задать по данной ситуации, о долгосрочных последствиях, о составе вакцины, на ком она исследовалась, сколько было этапов и так далее. И после этого подписывает информированное, добровольное. Вот на этом самое главное. Оно информированное, оно добровольное. Вот в 2020 году появился в этой статье очень интересное дополнение появилось. Я сейчас, с вашего позволения, о нем расскажу. Вот, значит, часть 7 ст. 20 ст. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него содержится в медицинской документации гражданина и оформляется в виде документа на бумажном носителе, подписанного гражданином, одним из родителей или законопредставителем и медицинским работником. Либо формируется в форме электронного документа, подписанного гражданином, одним из родителей или иным законопредставителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи посредством применения единой системы идентификации и аутентификации. То есть, это норма, вот эта вот поправка, которая была... Они были привязаны именно, по сути дела, к ковидной истории, получается, да? Ну, нет, вот эти вот правила ИДС, они описаны, а еще дополнительно они говорят, что данные правила, что мы подписываем вот ИДС так-то и так-то, могут быть изменены в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. В соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с федеральным законом от 31 июля 2020 года 258 ФЗ в экспериментальных режимах. То есть, очень интересно, смотрите, на каком они основании ввели вот эту кнопку. Самое первое, если даже мы зашли в МЭШ, авторизовавшись там нашей логином и паролем, это простая электронная подпись. Простая электронная подпись, да? Да, да. И, допустим, они считают, что таким образом мы можем дать ИДС, но они нарушают какой порядок, какие пункты порядка? Рядом с нами в этот момент нет врача, врач нам не отвечает на все вопросы, осмотра ребенка врачом не производится в этот момент? Ну, то есть, информированности нет и проверки? Информированности нет, да. То есть, факт информированности полностью отсутствует. А это, извините, это первая, вторая часть, первая, третья, все проинформированность. И процедуры, которая должна предшествовать вообще принятию решения, да? То есть, медицинской процедуры в виде осмотра тоже нет. Они, да, но как сотрудники школы говорят, что, ну что вы, ведь прививки ставит врач или, в крайнем случае, медсестра, ведь она же в момент прививки посмотрит мальчика, там, померит ему температуру. Но, извините, мы согласие дали сегодня, понедельник, а прививки им будут ставить в четверг. С понедельника по четверг может произойти что-то, что изменило бы наше решение. Или даже мы можем не заметить, как ребенок начинает заболевать. То есть, согласно процедуре ИДС, она неприложен должна соблюдаться. А. В присутствии врача, в родителе, осмотр врача. Б. Физикальный осмотр предшествует принятию решения. В. Ответы, информирование родителей происходит. А. Когда мы нажимаем кнопку в меш, да, допустим, нам сейчас закон о здравоохранении разрешил с простой электронной подписью это сделать. Но все остальные условия ИДС не соблюдаются. А. Ну, у меня встречный еще интересный вопрос вообще возникает. Дело в том, что звучало неоднократно, уже, извиняюсь, Наталья, что, так сказать, сейчас еще дополнительную краску хочу бросить в ваш рассказ. Звучало уже неоднократно, что ли. По-моему, вы даже писали, что вы обнаруживали, ну, или не вы, но кто-то точно мне писал, что обнаруживали отметку о том, что согласие получено, то есть кнопочка нажата. В том случае, когда не только согласие не давал человек, но и писал прямой отказ на бумаге. Да, получается, что электронное вот это вот нажатие на кнопочку, да, оно ставится параллельно вообще с реальным нажатием на кнопочку и параллельно с наличием каких-то других документов. Ну, вот это требует прояснения от Департамента информационных технологий, потому что многократно уже мы слышали о том, что учителя, благодаря вот сейчас межведомственному взаимодействию электронно-медицинским картам, видят электронную медицинскую карту ребенка и могут в ней там орудовать. Потому что, опять же, ходят по родительским чатам сообщения, где педагоги говорят, что если вам сложно, мы проставим за вас эти согласия. И ходят сообщения, вот принтскрины, они во всяком случае рассылаются, что, например, стоит вот в электронном журнале у ребенка вакцинация против гриппа, согласие получено, а мать комментирует, а я не давала согласия. То есть тут, понимаете, появляется очень много вопросов, и мы подозреваем, что тут большое поле для манипуляций. Потому что сегодня это грипп, завтра это прививка другая. Ну, у меня-то на самом деле здесь, Наташа, у меня здесь, смотрите, у меня здесь объяснение два возникает. Ну, то есть гипотеза две. В связи с чем вообще эта вся история, вся эта канитель. Первое. Есть интересанты в лице разработчиков системы. То есть люди, которые спят и видят, чтобы все наши какие-то действия осуществлялись с помощью госуслуг и всяких разных мэшов, рэшов и прочих всяких платформ. И, соответственно, они для того, чтобы показать, что люди пользуются, предоставляют неограниченные возможности, по сути дела, для участников, не обращая внимания ни на что, ни на какие законодательства, ни на какие процедуры, ни на какие законодательно установленные механизмы. То есть вот эта вот история про право учителя, нажимать на кнопочку согласия, это вообще, ну, как бы, ну, вот разработчики решили, что так надо сделать, не обращая внимания на существующие нормы. Второй заинтересант во всей этой истории, не менее, на мой взгляд, заинтересованная, более даже может быть, это те самые разработчики всевозможных вакцин и, собственно, департамент того же здравоохранения, который закупает нужные вакцины, им нужно их списать. То есть, по сути дела, что мы видим? Мы видим с вами сейчас две очень сильно заинтересованные, ну, такие вот, как бы, команды, которые всеми силами будут пытаться внедрить эту технологию. Для чего? Неважно, вообще, на самом деле, делается ли эта прививка. То есть, на самом деле, вот, проходили ли эти дети через вот эту всю историю или не проходили? То есть это поле еще не только для манипуляции с данными вообще, в принципе, но это еще и поле просто для бесконтрольного, по сути дела, списания денег, бюджетных денег на то, на что дети, на самом деле, не проходили. Потому что виртуально прошли через кабинет, виртуально их укололи, виртуально... А физически списали деньги, по факту. То есть, вот, я вижу такую историю. И лично у моего, лично у моего ребенка в электронной медицинской карте за прошлый год есть прививка гриппа, да. Хотя мы ее не проходили. Ну, так это же деньги. Прививка же стоит денег. То есть вы не проходили. Но у всех, значит, таких родителей, как вы, стоят отметочки. Значит, в бюджете где-то строчечка по вам прошла. И конкретно там сколько-то там рублей, неважно, пусть даже это 100 рублей, но умножьте это на 10 миллионов жителей Москвы, там 15 практически, ну и что будет. Это очень приличные деньги. Еще очень хочется узнать, что не действует ли у нас тут сейчас какой-нибудь экспериментальный правовой режим. А потому что может случайно оказаться, что все это делается в рамках кого-нибудь эксперимента. Вот я, например, у вас недавно был выпуск с мамой из Перми, где там два года уже дистант. И знаете, как образовательная организация объясняет, когда мама там в их электронном журнале писала, что я не буду подключаться к сферу. На каком основании вы? Вот, например, Департамент образования, администрация города Перми. Например, вот они пишут, в соответствии с постановлением правительства о проведении 20-40, о проведении эксперимента, в Пермском крае внедряется информационно-коммуникационная платформа сферу. То есть мама узнает, что в соответствии с постановлением правительства в Пермском крае внедряется платформа. То есть это как бы эксперимент. И администрация города Перми ругает министерство образования, что очень много общеобразовательных организаций по-прежнему не активно на платформе. Учитывая изложенное, руководителям отделов необходимо обязать... Учитывая, что в статье 20 об ИДС есть норма, что действие данных требований в отношении способа подписания ИДС или отказа в форме электронного документа может быть изменено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Очень интересно запросить Министерство цифрового развития, не находимся ли мы случайно в городе Москва в экспериментальном правовом режиме, не зная этого. Ну, то есть вопросов действительно получается много. Но что в этой связи Вы бы рекомендовали делать родителям? Во-первых, если... Ну, нужно признать как факт, что в школах медицинская сестра и медицинский врач проводят все манипуляции с нарушением процедуры информированного добровольного согласия. Осмотр на педикулез, любые прививки, манту, диаскинтез, все проводится с нарушением процедуры ИДС. Мы с этим уверились многие годы, потому что это не слов тебе ничего плохого, это разгружало поликлинику. То есть мы понимали, что таким образом разгружаются потоки, школьники, диспансеризацию проходят в школе. Но теперь мы видим, что через эту поломку вот этой системы, через нарушение закона, по сути, процедуры взятия информированного добровольного согласия, у нас могут и нехорошие вещи проходить. Поэтому в первую очередь мы можем заявить в школу, написать в школу обращение, что мы согласно статье 20.323 закона, есть вот определенный порядок взять информированного добровольного согласия, который в школе нарушен. Поэтому я все процедуры медицинские буду проходить в поликлинике. То есть я не соглашаюсь на медицинское обслуживание моего ребенка в стенах школы, потому что там нарушается информированный добровольный согласие. Таким образом, мы говорим, мы же в таком случае не выступаем за прививки, против прививок. Мы за манту, мы против манту. Мы говорим просто, что мы, может быть, и очень хотим эту прививку от гриппа, но извините, в школе вы сделаете это с нарушением, вы не осмотрите ребенка, врач мне ничего не объяснит. И я буду все это делать в поликлинике. Тем более, что в той же Москве в школу зайти невозможно просто, да, родителю и пообщаться с той же медсестрой. Да, это вы в всех городах сейчас, в России сейчас включили этот пускной режим. Ну, в маленьких городах понятно, что проще с этим, но я к тому, что, то есть тут получается, что действительно нету реальной процедуры информированности. И когда раздают, самая частая ситуация, когда ребенок из школы принес в рюкзаке... Принес бумажечку, да. Да, мы что делаем? Это незаконное предложение нам подписать ЭДС. То есть это нам предложили совершить незаконное деяние. Мы не можем таким образом подписать этот бланк. На этом бланке не написано, кому мы его даем, нет имени врача, нет названия лечебно-профилактического учреждения, кому мы даем это ЭДС. Нам информирования никакого нет и так далее. Поэтому мы имеем право просто игнорировать эти бумажки, просто игнорировать. И написать в школу обращение по факту принесения этой бумажки, что вот вы мне передали бумажку, это нарушение ЭДС. Ну, это усложняет немножко жизнь родителю, потому что, вы же понимаете, да, придется бегать в поликлинику по любому поводу и стоять там в очередях, они, дай бог, там тебя начихают еще и так далее. То есть это геморрой, в общем, определенный. Но дело в том, что это безусловно. И нагрузка это не только на родителей, это ведь нагрузка еще и на поликлинику. На поликлинику, да. Ну, потому что ведь врача, чтобы соблюсти процедуру ЭДС в школе, поликлиника оптимизированная медицина, где постоянно сокращается только доктора и сокращается количество поликлиник, вот эта вот оптимизированная угробленная медицина, она не выделит еще одного педиатра, который бы сидел бы каждый день, принимал в школе и мог бы, да. То есть это системный вопрос, на самом деле, действительно большой, огромный системный вопрос. Сейчас вот получается так, что с одной стороны мы действительно не имеем решения с нормальным обслуживанием медицинским внутри школы, да. Мы не имеем нормального обслуживания из-за этого, потому что кивают в сторону школы, у вас же есть медсестра, идите к ней, да, с такими мелкими вопросами, как прививки и еще что-то. Вот, и при этом еще подсовывают вот эту электронную историю, задачи которой, как я вижу, вообще не в этом, не в том, чтобы обеспечить медицину, а в том, чтобы обслужить соответствующие интересы, там, бухгалтеров, компьютерщиков, цифровиков, там, кого угодно. То есть сдать отчеты о том, что у нас 100% привитых, там, еще что-нибудь, то есть бюрократическая история, которая вообще не имеет никакого отношения к реальной жизни. То есть мы, получается, сейчас с вами вот, вскрывая вот эту проблему с одной несчастной кнопочкой в мэше, вообще-то поднимаем вопрос значительно более глубокий, да, который надо на системном уровне, на уровне действительно правительства не только Москвы, но вообще в принципе правительства, вообще-то над ним задуматься, мне кажется. Потому что по факту мы с вами вот видим, что сокращается, сужается и выводится из поля обязательств государства такая важнейшая тема, как здоровье ребенка в школе, ну, обеспечение его здоровья и сбережения в школе. То есть и получается, что завтра, когда действительно потребуется какая-то вакцинация или еще что-нибудь, у нас уже все будут привиты к этому времени, потому что деньги уже списали через кнопочки в мэше, понимаете? Вот этот вопрос меня вообще, ну, на самом деле просто удивляет. Люди, которые этим занимаются, они об этом не думают, нет? Еще очень немаловажно, что когда мы находимся в мэше, вообще в принципе, в ЭЖД, в мэше, мы, зайдя туда с нашим логином и паролем, с нашей простой электронной подписью... Я уже говорю о том, что мы туда не обязаны ходить. Подписываем, да, мы подписываем, акцептуем оферту, пользовательское соглашение. То есть, когда мы находимся, все родители должны понимать, в Москве, когда вы находитесь в электронном журнале и на платформе особенно МЭШ, вы находитесь под действием гражданскоправового договора с Департаментом информационных технологий города Москвы. Этот гражданскоправовой договор, акцепт оферты, пользовательское соглашение, которое лежит там на сайте МЭШ, вы можете просто набрать пользовательское соглашение КИСБУСФ и оно вам откроется. Вы, согласно ему, берете на себя все ответственность за все, что происходит на платформе. Вот это нажатие кнопки согласия, понимаете, ставит вообще под... По сути, отказ от всех обязательств со стороны города, то есть все скидывается от человека, да? Да, то есть это такая важная вещь, как здоровье ребенка, кто-то за нас может нажать эту кнопку или не нажать, может быть технический сбой, там что-то окажется задним числом или нажато, или не нажато, или исчезнет какая-то информация, а речь идет о здоровье ребенка. И само по себе исключение из бумажных носителей, как подтверждение факта сделанной прививки ребенку, это само по себе... Это даже не это, Наташа, в самом деле, прежде всего, встреча с врачом. Исключение возможности встречи с врачом. Полное исключение. То есть мы, получается, вот эту кнопочку введя, мы просто ликвидируем возможность родителей вообще повидаться с медсестрой и задать все интересующие вопросы. Да, а вот еще когда, а еще в Москве, если у ребенка нет температуры 38, я точно не знаю, по детям и по взрослым, многие мои знакомые с тем же самым сталкивались, начинают с этого года, с 22-го, или, по-моему, даже с конца 21-го, вдруг начали по телефону предлагать аудиоконсультацию, что если у вас невысокая температура, вы можете либо пойти, это прямо говорит автоинформатор, вы можете прямо пойти в поликлинику с температурой, вы можете пойти в поликлинику, но она у вас не 38, ну ничего, дойдете, там, может, вы заразите 15 человек по пути, ничего страшного. Либо вы получите аудиоконсультацию. Я писала в департамент здравоохранения города Москвы за вопрос весной. Объясните мне, пожалуйста, какими постановлениями, какими нормативными актами обусловлена вот эта аудиоконсультация. Врач на том конце телефонной трубки горло посмотрит, лимфоузлы пощупает, он ребенка смотрит, какое основание он будет иметь вообще давать рекомендации матери больного ребенка по телефону. Мне ответили отпиской, мне ответили просто... У меня полное впечатление, что мы подошли к телемедицине, но только не к телемедицине, которая как бы традиционная, нормальная, правильно, а мы подошли к Чумаковской такой, я вам заряжу бутылку сейчас, значит, это самое, по телевизору. То есть я вас вылечу, это Кашпировские, понимаете, то есть очень дешево и сердито. Но вообще вопрос на самом деле глобальный, это вопрос не только к московскому руководству, да, это вопрос Голиковой. Уважаемая госпожа Голикова, да, вы отвечаете за социальную сферу, вот у вас творится вот этот вот бардак, это что такое вообще? Вы еще больше, ну, закройте тогда поликлиники совсем, оставьте только МЭШ, или там что-то будет какой-нибудь там СЭШ, не знаю, как угодно назовите его, и заряжайте удаленно бутылки с водой. Что остается делать? Это уже полный отказ государства от обязанности, так сказать, соблюдать базовые вещи, да, то есть то, что у нас в Конституции прописано как обязательство государства. Ну, просто удивительно, я просто вот начинаю шалеть от этого, если честно. Причем если еще в Москве, в Москве все-таки врач, родителю проще вот эту выбрать альтернативу. Я сама как мать, которая растила... То есть за деньги или что, какая альтернатива? Нет, 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 в поликлинику, то есть запись к врачу более в Москве на самом деле доступна, то есть к педиатру попасть несложно, по личному опыту, хочу сказать. И к специалисту тоже не так уж сложно, то есть ты попадаешь в течение нескольких дней или даже прямо сегодня к педиатру, и он тебя направляет к специалисту. Но что, я сейчас волю судеб, я в Перми, и что здесь вот творится, и в регионах везде, я просто убеждена, то же самое, здесь запись к педиатру на две недели вперед, а, например, к неврологу дать направление, педиатр вообще в принципе не может, их нет, направления амбулаторных, обл.м.с., их нет в принципе. То есть попасть очень сложно, либо надо обивать пороги по полтора часа, стоя в очереди, к личному опыту. И личный опыт всех остальных родителей, вот здесь в Перми, например. А Перми – это крупный город-миллионник, здесь хороший уровень медицинской помощи в целом. Но учитывая, что в городах, в регионах амбулаторная помощь находится в ужасном состоянии, огромное количество поликлиник закрыто, вот эта кнопка в МЭШ, она для большого количества родителей станет просто безальтернативной, потому что невозможно пойти сделать эту прививку, если вот я очень, какой-то родитель очень хочет сделать прививку от гриппа своему ребенку, или даже прививку по НАСК-календарю, ну просто иногда не попасть к врачу, чтобы задать вопросы, и поэтому родители даже не знают, что они... Ну вот этот вопрос, я поэтому и говорю, что это вопрос на самом деле к правительству и к региональным властям, которые эту историю начинают двигать. Большой, огромный вопрос. И я благодарен, Наташа, что вы как бы вот разъяснили и мне, и моим подписчикам вот эту всю кухню, как она должна быть, давайте будем держать руку на пульсе и пробовать думать, как вообще с этим бороться, и что с этим делать, потому что, ну, в общем, так оставлять эту историю нельзя. Цифровикам надо однозначно давать по рукам, потому что это очевидная профанация уже, да, и возвращать право, ну, возвращать возможность, да, посещать поликлинику в нормальном режиме, и чтобы медицинский работник действительно встречался с родителями, в том числе и в школе. Спасибо огромное. Спасибо. Давайте будем на связи, да. Спасибо. Да, давай. Спасибо вам большое за сохранение. Спасибо вам. Давайте.